Вы слушаете Народное Славянское Радио. Ну, по крайней мере, я среди коллег, среди астрономов, среди специалистов, запускавших наши зонды к Марсу, я лично не склонен искать среди них масонов и участников какого-то заговора, тем более, что они не скрывали, почему они этот цвет доводили до красного. Потому что первые фотографии, которые получались в Марсе, они делались в трех фильтрах, то есть фактически люди получали на Земле, получали три изображения одного и того же объекта, сделанные через разные фильтры. И все три фотографии были черными. Потом здесь, так же, как и в цветном телевизоре, кстати говоря, цветное изображение создается всего-навсего из трех цветов. Собственно говоря, на самом деле, по большому счету, я скажу, вообще все цвета, что мы видим, весь наш цветной мир, он состоит из трех цветов. Если кто-то вам расскажет про семь цветов радуги, можете над ним посмеяться, этого не может быть, потому что человек может распознавать только три цвета, потому что у него три разных вида органов, этих самых колбочек, отвечающих за цвет восприятия. И вот отсюда как раз и в телевизорах, и во всех устройствах, в том числе и в устройствах, которые синтезировали цвет Марса, во всех этих устройствах было и навсегда останется. Потому что четвертого цвета нам не придумать, потому что у нас нет органа, который за этот цвет отвечает. Есть животные, у которых есть четвертый, четвертый, даже больше цвет, какие-нибудь осьминоги, они воспринимают другие цвета. Но какой он по цвету другой цвет, нам, честно говоря, не понять. Поэтому не будем на этом заострять внимание. А с восприятием Марса было очень просто, до смешного просто. На первых фотографиях, когда синтезировали это изображение, уже заранее подтягивали цветность под красную. Потому что все были искренне уверены, что Марс может быть только красным. А я напомню, в начале нашего разговора мы эту планету называли красной планетой, красной звездой, красный Марс. И он не только красный в смысле коммунистический. Я бы сказал, он в первую очередь красный, потому что он был красным. Ну и любой астроном, любитель скажет, что этот Марс, он по характерному цвету, красному, как бы сказать, на нашем небосводе видит. Это действительно так, хотя, честно скажу, далеко не так. Вот когда я смотрю в телескоп, я иногда, так сказать, ловлю себя на мысли, что некоторые звезды гораздо краснее, чем Марс. Поэтому это дело, так сказать, больше даже, больше привычки скорее. Но, тем не менее, он, если не красный, то красноватый. Поэтому фотографии специально доводили по цветности. А довести ее несложно. Потому что, когда ты синтезируешь изображение, ведь где-то ты можешь регуляторами настроек красного просто чуть-чуть побольше добавить. И вот, глядишь, у тебя уже, кстати, изображение стало красным. Ну, вот вы в каком-то там фотошопе можете легко сами довести до красного цвета любой земной пейзаж. Ну, в общем, что сторонники разоблачения этих фотографий легко и делают. Какую-нибудь земную пустыню, сфотографированную в обычном цвете, двумя кликами мышки, доводят до изображения марсианской пустыни. Это действительно так. И вначале ничего криминального в том, чтобы делать из этих очень и очень некачественных изображений некий красный пейзаж. В этом ничего не было плохого. Я скажу больше, если бы кто-то показал не красный пейзаж, не красную фотографию, то его бы искренне никто не понял. Ну, что вы нам показываете? Какой же это Марс? Все же знают, что он не красный. Но тем самым космические исследователи, космические специалисты сами себя загнали в такую своеобразную стереотипную ловушку. Когда фотографии стали более качественными, то уже было сложно перешагнуть через этот стереотип и не играть с фотошопом, а показывать как есть. Тем не менее, на некоторых фотографиях я вижу вполне себе земные рассветы и закаты, голубое небо вижу. И поэтому, кстати, я не думаю, что вот этот всемирный заговор, что ли, среди тех, кто синтезирует изображения, он продолжается до сих пор. Он скорее, это не заговор, а скорее особенно с человеческого восприятия. Хотя, подчеркиваю, отсутствие заговора я не могу доказать. И то, что я в нем не участвую, тем самым, кстати, это не доказывает, что его нет. Если я не получал приказа ретушировать вот таким образом фотографии, это не значит, что этого приказа не существует в реальности. Я лишь высказал свои очень большие сомнения в том, что это происходит сейчас злонамеренно. Но и к тому же добавлю, что на Земле лично я многократно видел вполне себе нормальные, в кавычках, марсианские пейзажи с розовыми закатами и красными рассветами, когда все вокруг красное и марсианское. Мало того, я знаю несколько мест, которые красные в любое время суток и даже при искусственном освещении. Там, например, чертовое игрище в Волгоградской области, недалеко от Медведской гряды, где красный песок, причем разогретый, там находится какой-то источник тепла под почвой, который иногда даже плавит в стеклянные бутылки. Я видел бутылки, которые кто-то до меня бросил в песок, и эти бутылки оплавились, как будто бы находились в костре. Вот такие марсианские, без кавычек уже, пейзажи, они есть в реальности. Я убежден, что большая часть марсианских пейзажей действительно красноватая, из-за характерного оранжевого цвета, или коричневого, точнее, цвета, который является, к слову сказать, очень хорошим доказательством того, что Марс когда-то был более благоприятен для жизни. Оранжевый, коричневый цвет говорит о том, что в этом песке большое содержание окислов в окисе железа, то есть ржавчины, по-простому говоря. А это говорит о том, что в этой ржавчине сейчас находится большое количество связанного кислорода. Того самого кислорода, который жизненно необходим нашему биологическому виду. Для других биологических видов, может быть, он не нужен. Для нас он нужен. Вот когда-то кислорода в атмосфере было много. И сейчас его много, только не в атмосфере, а вот в таком связанном виде в песке. Но в любом случае я отвлекся немножко на тему потенциальной жизнепригодности этой замечательной красной планеты, которая в реальности действительно все-таки красная, положа руку на сердце, подтверждаю. Хотя она не настолько красная, насколько нам показывают на этих привычных нам слайдах и фотографиях. Она больше по своим пейзажам походит на землю, гораздо больше, чем нам это пытаются доказать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok